Дом номер 101 по улице 10-й Сосневской свое уже отслужил. Так считают его жители. Двухэтажному деревянному сооружению уже больше 60 лет. Фундамент рушится, стены прогнили до дыр. Жильцы все это бесперестанно латают, но силы уже на исходе. Это ветхое жилье, это и видно невооруженным глазом. Все вот говорят, ой, вызывайте независимую комиссию. Какая независимая комиссия? Любой человек подойдет с улицы и скажет, боже мой, это ветхое жилье, а нам надо комиссию, надо им заплатить с какой-то стати, и они еще скажут там, скажут, идеальное у вас жилье. Вот, поэтому я считаю, что это жилье только ждет бульдозера. Вот плачет по нему бульдозер. Чиновники считают иначе. Дом неветхим, неварийным пока не признают. Восемь семей живут как на пороховой бочке. И с горечью наблюдают, как повезло соседям, которые переезжают в новое жилье по программе переселения. По 10-й Сосневской был дом номер 97. Он намного лучше был там, в лучшем состоянии. Он почему-то признался ветхим жильем. Вот. А наш дом, он у нас терпел пожар. У нас даже был человек, который погиб во время пожара, потому что женщина прыгала со второго этажа и погибла. Вот. Мы писали везде, нам сделали цинковую крышу, и после этого больше ничего не делалось. Работает с домом Гоу-ЖХ номер 4. Каждый месяц жильцы добросовестно платят примерно 600 рублей с квартиры. Оба подъезда полностью прогнили. Пол, перила, все держится на честном слове. И здешние обитатели просто чудом не ломают руки и ноги, выходя из квартир. Помощи от управляющей компании нет вообще. То этого нет, то другого нет, то пятое, то десятое. И только набещают стрекорба, а делать никто ничего не делает. А еще в подъезде вот такая инсталляция. Электрораспределительный, щит открыт, торчат провода. В таком состоянии все оставили мастера-электрики. Для деревянного дома и жильцов, у которых на окнах решетки, подобные вещи крайне опасны. С чего начинать ремонт в собственном туалете Светлана, жительница первого этажа, даже не знает. Ее главное опасение, что вот-вот рухнет потолок. Как тратить деньги на хороший ремонт и спокойно жить в собственной квартире, если угроза нависла над головой в прямом смысле слова. Ой, короче, тут все, пол тоже в негодность пришел. Все, линолеум убрали. Иначе у меня в ногу зашло в туалет. Чуть не провалился, не сломал ногу чуть ли, ушиб сильно. Вот мы тут сейчас думаем, что-то решаем, что-то делать с сыном тоже невозможно. Все, везде все сгнило. Потолок рухнул, сгнил. Пол сгнил. Вот, везде сырье одна вода. В администрации нам ответили, что жалобы на жилищные условия от 101-го дома действительно была. Мэрия предложила собственникам собрать пакет документов, необходимых для признания дома аварийным. Однако жители этого не сделали. В программе капитального ремонта данный дом есть. Капитальный ремонт фундамента запланирован на 2020 год. Ремонт фасада на 2032 год.